Плохое житье у нее прекрасный кризис был Григорьеву отдал какому-то грюну и велел за эту сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка, сами не досы-то едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, пупрекает ее куском-то. Так хоть маленькая, а понимает, а видно ли, как не пойдет от такого житья, да и было лишь по дикой. И то правда. Рожки-то у него отменные, у простых козлов на две веточки, а у него на пять веточек. Деда, а он кого ест? Никого не ест, травой да листом кормится, ну и сено тоже зимой в стажках подъедает. Деда, а шерстка у него какая? Летом буренькая, как вот у Ленки нашей, а зимой серенькая. Деда, а он душной? Как Аманя даже рассердился. Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают. А лесной козел, он лесен и пахнет. А козлик тут, вовсе близко. Правую берегу, я ножку поднял, вот-вот топит. А на ней серебряная копытца блестит. И рожки у козла о пятилетках. Даренка не знает, что ей делать, да и банит его, как домашний. Меха, меха! Козел на это, как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает буренке. Поглядела я на серебряное копытца, И рожки видела, и копытца видела. Не видела только, как тот козлик ножкой, Даренки камни выбивает. Другой раз видно, покажет. Муренка знает, свою песенку поет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok